Это был мощный сигнал от страны, нуждающейся в помощи. Президент Украины Владимир Зеленский дарит шлем лётчика-истребителя во время визита в Великобританию в начале этого года. Я объясню. Надпись на шлеме гласит «У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы защитить её». Это было послание, которое он повторял снова и снова, всегда и везде, где только мог. Нам также нужны современные истребители. Киев говорит, что истребители, такие как американские F-16, обеспечат прикрытие наземных войск с воздуха, защитят гражданское население и важнейшие объекты инфраструктуры от российских беспилотников и ракетных ударов и помогут им выиграть эту войну. Наконец, союзники откликнулись на этот призыв. Соединённые Штаты вместе с нашими союзниками и партнёрами собираются начать обучение украинских пилотов на истребителях четвёртого поколения, включая F-16. Что представляет собой так называемая международная коалиция истребителей? США, Великобритания, Франция и другие страны обязались обучить украинских лётчиков управлению современными истребителями. Это открывает Киеву путь к получению заветного F-16. Откуда и когда именно, пока не ясно. Обучение может занять до полутора лет. Первый F-16 на украинской земле станет одним из самых сильных сигналов мира о том, что Россия только проиграет из-за собственной агрессии. Она станет ещё слабее и ещё более изолированной. Пока что Германия остаётся вне коалиции. Но министр обороны Борис Писториус не исключил, что в будущем Берлин может оказать поддержку странам, участвующим в коалиции. С начала войны в Украине Германия долго не решалась на оказание ей военной помощи тяжёлыми вооружениями. Спустя месяцы канцлер Шольц на такую помощь Киеву всё же согласился. Получив танки, киевские власти заговорили об истребителях. У самой Германии F-16 американского производства нет, но и здесь Берлин, как считают эксперты, может оказать помощь украинцам. Как рассказал Дойч Вилли, эксперт аналитического центра Европейского совета по международным отношениям Рафаэль Лосс. Я думаю, есть множество путей, как Германия могла бы поддержать коалицию истребителей. Например, тренируя украинских пилотов в симуляторах на своих наземных объектах. Германия определённо могла бы поставить боеприпасы для F-16, когда те отправятся в Украину, и могла бы помочь финансово, чтобы обеспечить их перемещение. Но я соглашусь с канцлером Шольцем, что ВВС Германии в целом не подходит для выполнения роли, в которой хотела бы видеть Украина. Однако Шольц в целом известен тем, что неохотно делает первые шаги или выступает в качестве лидера коалиции. Его нужно подводить к лидерской роли, будь то поставки оборонительных вооружений в прошлом году или танков в этом. Германия определённо вносит огромный вклад в оборону Украины. Количество и качество возможностей, которые украинской армии предоставили вооружённые силы, индустрия и правительство Германии, говорят сами за себя. Но политическое лидерство определённо выглядит по-другому, чем то, что Олаф Шольц сейчас демонстрирует, что не совпадает даже с его собственным намерением сделать Германию гарантом европейской безопасности.